Девятого февраля начнется очередная зимняя олимпиада в Корее. Самое удивительное, что именно в этот день, в 1904 году, началась русско-японская война. В этот день недалеко от порта Ичхон легендарный крейсер «Варях» и канарецкая лодка «Кореец» встретились с японской эскадрой, состоящей из девяти кораблей, которая объявила нам войну. Наши матросы храбро и достойно сражались. И хотя «Варях» и канарецкая лодка «Кореец» погибли, тем не менее это был пример мужества и достоинства, который пережил все наветы и сегодня является для всех нас образцом. В этой связи, мне думается, исключительно важно, чтобы каждый из нас спортсмен и болельщик, участвуя в этой олимпиаде, помнил удивительный подвиг. Тогда Японию, Америку и Англию подталкивали к этой войне, все сделали для того, чтобы нам, европейские страны, не помогали. Они продолжили свою агрессию, которую до этого развязали в Севастополе и Петропавловске, Камчатске. Хотя мы проиграли ту войну, наш гарнизон в Порт-Артуре заражался 330 дней. Война была проиграна, крейсер «Варях» погиб, а что касается уцелевших наших солдат и матросов, которые вернулись, все были награждены и стали георгиевскими кавалерами. В этой связи, когда нам запрещают играть гимн на Олимпиаде, я считал, что очень важно, чтобы там звучал наш марш «Варях», который знают во всем мире. Мне рассказывали матросы, которым исполнили эту уникальную песню в одном из портов Италии. Рядом сидели японцы, они встали и по стойке смирно слушали эту уникальную песню, которая свидетельствовала о мужестве, подвиге и великом русском духе. Я думаю, что если эта музыка будет звучать на стадионах, если будет развиваться, триколор запретили наше знамя победы и Андреевский флаг, георгиевские ленты, то это будет тот реальный протест против мерзавцев, которые нарушают все нормы этики и запрещают нашей команде успешно выступать на международных соревнованиях. Но в этой связи хотел бы обратить ваше внимание, что игры начинаются тогда, когда мы с вами отмечаем 75-ю годовщину победы Красной Армии под Сталинградом. В Сталинграде прошли торжественные мероприятия, но всех поразило, что те, кто их организовал, знамени победы содрали звезду и серпы мола. Это кощунство, которое не имеет аналогов над государственными символами, а знамя победы – это высший символ нашей державы. Должно, это кощунство должно быть расследовано. Те, кто это допустил, не просто подлецы и мерзавцы, они унизили наших отцов и дедов-победителей, они в том числе и оскорбили визит главы государства, который участвовал в этих мероприятиях. Мы настаиваем на том, чтобы это было все расследовано, и те, кто это допустил, понесли суровое наказание. Я считаю, это уголовное преступление против нации и государственного символа. В настоящее время нашей стране тоже объявлена война. Война, которую не скрывают американцы, они сдирают наши флаги, отнимают нашу депсобственность. Они, по сути дела, объявили Россию и Китай своими главными противниками. Более того, тоже впервые в истории вся администрация президента и все правительство попали под санкции. Впервые попал под санкции и министр иностранных дел и премьер. Хочу вам напомнить высказание Сергея Витта, председателя Совета министров Российской империи, который подписывал мирный договор после поражения в войне с Японией. Он тогда сказал, не Россия проиграла войну и не нашу армию. Проиграли наши порядки, а точнее, проиграло мальчишеское отношение и управление 140-миллионным народом. Сегодня у нас не мальчишеское, а олигархическое криминальное управление, которое начинает господствовать и происходящих президентских выборов. На мой взгляд, то, что творилось в последний месяц, тоже не имеет аналога. Мне казалось, после грязной кампании, которую проводил Ельцин и его наемники в 90-х годах, никогда наша страна не повторит это безумие. Тогда, правда, стеснялись высказывать это на многих каналах. Тогда те, кто готовил против нас газету, не дай бог, 15-миллионным тиражом, издавали ее Финляндии. Сегодня на ведущих каналах Даров ЦИКе организуются провокации, за которые придется обязательно потом перед гражданами страны отчитываться. Я вам еще раз хочу продемонстрировать газету «Правда», имеющую более чем 100-летнюю историю, в соответствии с законом о выборах. Мы обязаны представить своего кандидата. Вот его представление. Мы обязаны представить программу. Президент, высказывая недавно и перед своими доверенными лицами, заявил, что нужна программа, нужно соперничество, нужна созидательная практика, нужно то, что облагораживает нас и будет вдохновлять на новые трудовые подвиги. Вот реальная программа со всеми объектами, которые Павел Николаевич Грудинин отстроил в своем уникальном соцгородке. Причем к каждому можно приехать, посмотреть, пощупать, поговорить с рабочими, убедиться в том, что это создано не благодаря поддержке, а вопреки. Еще раз хочу вам всем напомнить, и очень хотел, чтобы этот сюжет посмотрел господин Воробьев, губернатор Московской области. Кольцевая дорога вокруг Москвы 108 километров. Вокруг Москвы было немало сильных и хорошо организованных хозяйств. Почти с десяток было плодоводческих крупных хозяйств. Все погибли. В Ленинском районе, где работает Грудинин, было 15 хозяйств. Все уничтожили, кроме хозяйства, которым руководит Павел Николаевич. Уничтожение было простым. Делили на куски, подкупали, скупали, засовывали деньги в карман и тем самым уничтожали лучшие хозяйства. Так произошло и с Барвихинским лесом. Я пытался протестовать. Этот уникальный бор 200 гектаров от борного, уникального, потрясающего леса не тронул ни один царь, ни один генсек. Не тронули его и фашист. За последнее время 100 гектаров леса угробили почти полностью. Сидите туда своими камерами, посмотрите, что сделали из легких Москвы. Кто-нибудь ответил за это безумие? Нет? Почти 100 тысяч гектаров хвойного леса уничтожили. Вы видели, что кто-нибудь хоть рот открыл или ответил бы за это безумие? Тоже нет. Вместо этого начинается одна провокация за другой. Одним из главных организаторов этих провокаций вдруг оказался Булаев. Он представляет, по-моему, Единую Россию в ЦИКе. Видимо, Единая Россия обиделась на президента, что он не пошел от этой партии, которая привела все самые дурные законы и все беспомощные бюджеты. Вот сейчас придет Орешкин, будет рассказывать, как у нас хорошо, хотя за последние пять лет на 8% упал ВВП. И они не выполнили из 11 указов президента 10. Причем президент поставил жесткую задачу выйти на мировые темпы. Мы так и топчемся, а процент полтора и в ближайший год больше не пахнет. Он будет рассказывать, хотя ему подчинение отдали контрольную комиссию, стат, стат, госстат, да. Ни в одной стране мира госстат не подчиняется министерству. Или первое лицо, или законодатель. Это тоже полное безобразие. Мы считаем, что наша программа «20 шагов» исключительно достойна. Попытка арестовать газету в 100-летней истории повторилась спустя почти 100 лет. Эта газета была арестована после расстрела июльской демонстрации в 2017 году. Я обращаюсь ко всем, в том числе и к вам. Я понимаю, многие из вас люди подневольные. Надо закончить эту мерзопакусную практику. Сегодня в стране, как никогда, нужна сплоченность и солидарность. И обложили со всех сторон бундесверовцы, бандиты всех мастей, бандеровцы. Мы должны продемонстрировать на этих выборах, что мы можем провести их честно и достойно. Поэтому приглашаем всех в конкуренции справедливой политической. Наша команда к этому готова. Мы проехали все ключевые регионы. Москву и Подмосковье, Питер и Кировский завод, Самару и Тольятти. Брестящие встречи прошли в Башкирии. Великолепные прошли на предприятиях и в коллективах Свердловска. Только что Николай Васильевич проводил эти встречи на легендарном заводе, комбайновом заводе Россельмаши и непосредственно в Ростове. Должен сказать, люди чувствуют, что наша программа конструктивна, готова активно участвовать в выборах. А в субботу прошедшие митинги и манифестации по всей стране официально предъявили свое требование и избиркому, и власти, и всем силовым ведомствам. Мы не допустим расправы над честными выборами. Мы не допустим повторения лихих девяностей. Мы все сделаем, чтобы процесс демократический шел достойно и честно. И мы готовы к таким дебатам и такому диалогу. Но все должны помнить ту трагедию, которая произошла тогда в ходе русско-японской войны. Тогда проиграли только потому, что были плохие порядки и плохо управлялись. Олигархические криминальные порядки уже полностью себя изжили. Нам надо выходить на честную конкуренцию и достойные выборы. Я надеюсь, что вы в этом поможете и нам. Продолжение следует... Продолжение следует...